Уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить на столь важном форуме, посвященном медиакоммуникации в глобализирующемся мире. Я не являюсь экспертом в медиапространстве. Моя область знаний – это цифровые технологии как системы управления. И вот когда мы говорим о цифровых технологиях и управлении, большинство считает, что главная задача технологий – это автоматизация производственных задач, то есть исполнение уже принятых решений. А принятие решения и моделирование его исполнения остается прерогатива человека. Это не совсем так. Сегодня технологии достигли тех рубежей развития, когда начинается автоматизироваться святая святых человеческой деятельности. И вот поэтому перед технологами возникла задача формально описать, как формируется целеполагание, как принимается решение и какие факторы на это влияют, и каким образом происходит планирование. То есть приоритетность и процесс сборки того или иного производственного цикла. И вот нам, как технологам, понятно, что управление – это всегда субъективная деятельность. И если двум управленцам дать одну и ту же задачу с одинаковыми ресурсами и требованиями, но с бесконечной вариацией сборки, то каждый управленец сделает эту сборку по-своему. И вот отсюда возникла техническая задача, как формально описать процесс субъективного принятия решения через техническую модель. И вот решая эту задачу, мы, как технологи, вышли на глубокое понимание роли медиакоммуникаций в формировании принятия решения. И если рассматривать глубже, то и роли контента медиапространства во всей системе жизнедеятельности. И вот об этом, коллеги, я и хотел бы с вами сегодня поделиться. Коллеги, начну с большого. На заседании коллегии ФСБ от 24 февраля сегодняшнего года президент Владимир Путин обозначил, что основное поле битвы в ближайшем будущем – это цифровое пространство, куда будут перенесены все усилия по борьбе за мировые концепции развития. 23 марта секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев продолжил эту тему, доложив президенту о борьбе с экспансией западных идеалов. Он отметил, что Запад внедряет чуждые для России идеалы и нормы и навязывает различные реформы, что угрожает политической стабильности. И вот, коллеги, оба заявления указывают на то, что общество находится на пороге перехода в новую систему координат. Цифровые технологии достигли тех рубежей развития, когда гуманитарные знания начинают превращаться в эти цифровые технологии. И вот теперь самое главное. Изменяя мировоззренческую модель и внедряя идеалы чуждой культурно-историческому наследию народа, внешний заказчик способен вводить в несоответствие предопределенную наследием систему управления с новоформирующимися социально-экономическим запросом общества. Это и становится основой политической нестабильности как внутри, так и за пределами государства. И вот сегодня, коллеги, главной задачей цифровой технологии является организация архитектуры цифровой среды таким образом, чтобы она препятствовала внедрению чуждых смыслов и способствовала развитию собственных. Вот этим, коллеги, и занимается Фонд экономики созидания в рамках концепции экосистемы созидания. А теперь коротко о главном. Каким образом мировоззренческая модель, идеалы и культурно-историческое наследие связаны с системой управления? Построение цифрового решения начинается с технического задания. И вот с правой стороны слайда схематично обозначены основные шаги. Это постановка задачи, ее грануляция, затем декомпозиция и с последующей пересборкой в соответствии с поставленной задачей. И вот здесь, коллеги, очень важный момент. Новая сборка всегда находится в рамках идеологии сборщика. Как показано с левой стороны слайда, идеология предопределяет концепцию управления. Концепция же, в свою очередь, предопределяет модель управления. А модель управления жестко предопределяет архитектуру прикладных решений. Идеология же, в свою очередь, является продуктом системы мировоззрения. И она обусловлена восприятием хронологии событий историческими прецедентами, культурными кодами и прочими характеристиками. И вот за формирование которых прямым образом и отвечает медийное пространство. Коллеги, приведу простой пример. Как идеология влияет на архитектуру прикладных решений. Предположим, что в моей идеологии я считаю себя лучше и не признаю, что могут быть другие такие же лучшие. По этому признаку только я имею право на принятие конечного решения. Отсюда техническая архитектура моей системы управления будет предопределена таким образом, что только я принимаю конечное решение. В таком формате медийное пространство, находясь в унисоне с обозначенной идеологией, будет утверждать идеологию моей избранности на пост руководителя. И вся система будет в гармонии. Коллеги, теперь приведу другой простой пример. Предположим, что в моей идеологии я также считаю себя лучше, но признаю, что есть и другие такие же лучшие, как и я. В рамках этой идеологии я делаю запрос на другую систему управления, где решение принимается коллективно. В этом случае система управления архитектурно делает невозможным сценарий единоличного управления. Медийное пространство, находясь в унисоне с обозначенной идеологией, будет утверждать, что руководство и цели полагания, то есть постановка и приоритизация задач, должны быть коллективной деятельностью. Коллеги, теперь приведу еще один более сложный пример. Сегодня цифровые платформы это фактически захватили мир. В 2017 году здесь же на конференции я говорил следующее, что еще 30 лет назад кто бы мог представить, что какие-то блогеры, какие-то ютюберы станут мощнее по своему влиянию, чем газета «Труд», газета «Известия» или новостные каналы CNN или CNBC. То появятся какие-то компании, главным активом которых станет просто цифровая модель. Например, Uber – самый большой таксопарк в мире, у которого нет своих такси. Или Facebook – это самый большой медийный владелец в мире, который сам его не производит. Еще один пример – это Alibaba. Это самая большая розничная сеть торговли, которая не владеет продаваемыми товарами. И вот все эти компании не существовали еще 20 лет назад. Все они работают по принципу площадок. Все они оцифровали, то есть привели к единому стандарту набор товаров, услуг и прочее. А теперь, коллеги, главное. Сегодня, как и тогда, мы рассказывали, что платформа YouTube системно блокирует нежелаемый контент, что поисковик Google системно манипулирует результатами поиска, что Facebook, фильтруя новостные подборки, манипулирует коллективным восприятием, причем используя для этого наши же с вами личные данные. Коллеги, мы об этом говорили и указывали, что это перехват управления. Однако этого, это никого тогда не интересовало, пока не случилось то, что не сместили травм. И сегодня, коллеги, мы, как технологи, вышедшие на инженерное понимание роли СМИ в системе управления, призываем вас, уважаемые коллеги из медиапространства, с острейшим вниманием отнестись к выражению деструктивной критики в средствах массовой информации, которая по содержанию не несет продуманного альтернативного решения. Постараюсь объяснить причины этому в простой форме. Всем понятно, почему нельзя кричать «пожар» в кинотеатре. Начинается давка, и без дела пострадают люди. Сегодня мы вышли тоже на понимание, что по такой же аналогии нельзя деструктивно выступать с критикой, без предложения альтернативы. Причина проста. Это критика, не преследующая выполнимой цели и не предлагающая решения, имеет обратный эффект. Она утверждает как статус-кво именно то, что пытается изменить. На долгосрочном периоде такое инфропространство сжигает человеческую пассионарность, то есть жажду к жизнедеятельности. Чем и занимаются сегодня платформы, зачастую превращая критику единичных авторов по разным тематикам в агрегатный негативный поток содержания для управления массой. На языке технического алгоритма это выглядит так. Управление выражается моделью технических связок, которые в реальном мире соответствуют набору отношений. Отношения формируют восприятие, а восприятие формирует намерение, то есть приоритет в действии. Хорошее отношение – хорошие приоритеты. И наоборот. На долгосрочном периоде разные по качеству намерения и приоритеты воплощаются в качественно разные результаты. Отсюда деструктивный контекст и система управления его потоком играют архиважную роль в социально-экономическом развитии общества. А в похожем ключе, коллеги, не менее важную роль играет и контекстуальная подмена смыслов. Так, например, в контексте западных взглядов США является победителями Второй мировой войны, так как посредством затраты наименьших ресурсов они достигли наибольших экономических результатов. Однако в этом контексте опускается тот факт, что для Советского Союза война шла за выживание против уничтожения нации, и количество затраченных ресурсов не имело никакого значения. И вот, уважаемые косты и коллеги, это мой последний слайд презентации. На нем я хочу подчеркнуть очень важную мысль, что структура мира невидимого предопределяется структурой мира видимого. И вот начну с того, что если такие материальные сущности, как ресурсы, активы, производственные процессы являются сущностями мира видимого, то такие неосязаемые вещи, как идея, коллективное целеполагание, архитектура взаимодействия, модель управления являются сущностями мира невидимого. И вот сегодня цифровые системы управления являются инструментами сборки производственных процессов из мира видимого. Эта сборка всегда субъективна. В постглобальном же пространстве, из-за необходимости проектирования взаимодействия между множеством участников, система организации общих целей начинает предопределять систему производственных процессов. Другими словами, в глобальной системе координат, прежде чем формировать систему управления миром видимым, необходимо научиться выстраивать систему управления миром невидимым. И здесь, коллеги, гуманитарное знание превращается в инженерные технологии, предопределяющие архитектуру систем управления миром видимым. А это идеология, вера, сакральные смыслы. Коллеги, на эту тему у нас есть отдельная подробная презентация. И именно этой тематикой занимается Фонд экономики созидания в рамках концепции экосистемы созидания. Уважаемые коллеги, еще раз хочу поблагодарить вас за возможность выступить на столь важном форуме, поднять на обсуждении столь важные задачи. И благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok